Павел Кравчук Павел, расскажи, пожалуйста, в какой семье ты родился? Родился в христианской семье, жили в Ровенской области, город Долбунев, если точнее, в село Богдаши, там пятый дом от города, помню, да, и роды всякие, в Долбуневские центральные лекарни, ходили там в местную церковь, вначале было там пятьдесятники баптисты вместе, потом церковь росла, приобрели новое здание, пятьдесятники потом отдельно, и мы продолжали в эту церковь ходить, в семье был я и сестра старшая Ольга, папа, мама и дедушка и бабушка жили вместе с нами в доме одном там. Отлично. Дедушка и бабушка тоже были верующими, да? Да. По обе стороны, папина и мамина, дедушка и бабушка мои верующие, но уже после них там по-разному в семье были новообращенные люди, и верующие также были. То есть у нас много как бы корней, но дедушка по маминой стороне был пастор и дирижер. Хорошо, вот оно где. И потом мама тоже была дирижер детского хора, и старшего хора также занималась и в Украине, потом в Сиэтле также, когда мы переехали уже в Америку. И поэтому как бы музыка всегда была недалеко от нас. Ну расскажи, пожалуйста, я так думаю, что с юных лет, с детства ты уже где-то был возле рядом мамы, папы в служении, правильно? Да, я помню, как на служениях садился с папой в хоре, хотел вместе с ним быть, и хор вставал, а я сидел дальше, но брал нотки тоже, открывал, ничего не понимал, но старался петь, слушал, что они поют, там песню «Душа моя», я вместе с ними пел тоже. Ну а дома так у нас был инструмент фортепиано, была гитара, я сразу что-то старался, учил, нажимал какие-то клавиши, мама учила. Мама сама по профессии стоматолог, она зубной врач, да, и к тому же также она закончила музыкальную школу по фортепиано, и, ну, играла и занималась в церкви, и поэтому тоже начала меня учить еще до школы, уже начинал что-то нажимать там на клавишах. То есть мамочка в тебя так много вложила внимания и старания, и тем более она преподаватель. А скажи, пожалуйста, ты помнишь, что мама была первым учительом, или еще кто-то делал? Первый раз ты пошел в школу музыкальную? Галина Ивановна, если не ошибаюсь, отчество. Бог, да, первый педагог по фортепиано, первый класс в музыкальной школе. Интересно было, что она жила, была наша соседка, следующий дом, после нашего, сразу через забор она там жила, но чтобы на урок прийти, мне надо было идти аж в город туда, на автобусе ехать, в музыкальную школу, и потом возвращаться назад. Но зато она всегда слышала, что сосед, ученик играет, ты же репетировал дома, и она слышит, что ага, репетирует. Да, может проверить, домашнюю работу делает. Если у нее тоже был дочь, сын моего возраста приблизительно, то если мы играем в это место, она может сказать, все, иди домой, занимайся. Хорошо. То есть получается, что уже с юных лет там в Украине ты, получается, учился в музыкальной школе. Переезд в Америку, насколько он был сложным, тяжелым для вашей семьи? Ну, как для всех, наверное, было сложно оставлять там друзей, церковь. Мне было 10 лет тогда, как бы и немало, и немного. Я помню очень хорошо Украину, и много есть еще воспоминаний про то, как мы там пели, занимались, в музыкалку ходили, и там потом в английской школе учились полтора года приблизительно. И сам переезд, мы сначала переехали в Мичиган, там церковь очень маленькая была, русскоговорящая, где-то 30 человек, из них человек 15 наши родственники. Уже они же на вас надели, что вы останетесь. Ну, да, но оказалось не так. Мы сразу три месяца спустя поехали в гости в Сиэтл, купили машину и через всю Америку, с Мичигана в Вашингтон поехали. Посетили там друзей. Оказалось, что в Сиэтле много из Дубуново, с Ровенской области людей есть, знакомых нам. И мы потом решили, и со Львова тоже, мама родом со Львова оттуда. И мы решили переезжать туда через 8 месяцев после того, как приехали в Америку, переехали в Сиэтл жить. В Сиэтле вы прожили 6 лет. Как тебе Сиэтл, как город? Какие плюсы? Чем он тебе нравился? Все-таки 6 лет. Да, но сейчас Сиэтл немножко другой. Есть плюсы и минусы. Он намного разросся, технология и так далее. Но и спад, как в всех больших городах Америки тоже есть в обществе. Тогда он очень мне нравился, город Сиэтл, красивый пейзаж, эти красивые, вся природа. Когда я учился по той университете, там такая романтика мне по душе была. Когда ты в университете Вашингтонской универсии Вашингтон, там старинные эти здания, они в 1880 году построены. Большие двери, камень, все. Ты выходишь отсюда, видишь фонтан, там ренир, гора, вулканы вдалеке. Это все так способствует тому, чтобы заниматься музыкой и вдохновляться на творчество. Ну и церковь была хорошая. Куда уходили, кстати? В первую украинскую церковь, в Мистер Энтон. Вначале в Сиэтле она была, чуть дальше потом поменяли место. Косынюк, да? Нет, там был тогда Горковчук. Косынюк церковь, Grace Church тоже посещали. Туда потом, когда дедушка с бабушкой приехали, мамины, то они в церковь ходили. Поэтому там много церквей посещали. Я помню, мы с молодежью несколько служений за воскресенье были в свою церковь. И на посещение, да. Да. И так, одно служение еще не закончилось, мы уже едем на следующее. Так было время тоже. Спасибо. Скажи, пожалуйста, город Сакраменто, как Вы выбрали? Сакраменто выбрали, потому что здесь много наших славян. Но с Калифорнию, потому что мама пересдавала экзамены, чтобы работать здесь с стоматологом. И право, там по закону есть свои правила, все. Она имела право работать в Калифорнии, но не в Вашингтоне. Поэтому мы из-за этого переехали. И потом я сразу захотел вернуться назад к друзьям в Сиэтл. Прожил здесь, в Сакраменто, 10 месяцев и подал в университет. Меня туда приняли в Вашингтон. Я поехал назад в Сиэтл и жил там 2 года. И потом уже опять переехал в Сакраменто и уже до этого времени здесь жил. Павел, прости, я спрошу этот вопрос. Насколько я знаю, вот случилось в Сиэтле горе, а Вы остались без отца. Да, папа заболел раком, приблизительно 3 года болел. И в 2000 году, в апреле он умер. Мне тогда было 16 лет. Это был апрель, а в июне мы переехали в Сакраменто. Это уже планировалось до этого. Но так как раз получилось, что очень быстро все одновременно. И его смерть, и потом наш переезд. Это помогло, наверное, потому что сразу как бы новое место ты видишь. Все новое в жизни, как бы новая страница открылась. И легче это перешагнуть. Может, наверное, так надо было. Ты знаешь, вот сейчас, наверное, надо еще делать низкий поклон твоей маме, Людмиле, которая, слушай, насколько она вложила сил, любви, стараний в деток. Вы же состояли в жизни. Ты, сестра, Вы получили высшее образование. Расскажи, пожалуйста, сестра какое образование получила? Она работает в медицине. У нас вся семья такая медицинская. Медработники. Она Physician Assistant. Это почти как врач, получается. То есть он принимает пациента, тоже работает в офисе врача. Есть главный врач над ней, но она одна из там в этом офисе. Поэтому она в медицине, мама стоматолог, жена моя, медсестра. Ну, как говорится, в семье не без музыканта. Я оказался этим. Ну, слушай, такое высокое образование, которое, поэтому маме Людмиле огромное спасибо за то, что она, ну, слушайте, сколько сделала, чтобы у детей все получилось в жизни, несмотря на то, что вы остались без отца. А судьбоносное событие в твоей жизни, это когда ты приходишь петь с хористом в хор Николая Рыбина. Расскажи об этом. Как ты пришел, как ты познакомился, как для тебя еще Николай принял? Да, это хор «Живые письма». В начале, в первый раз я услышал этот хор, если не ошибаюсь, когда они приезжали в Сиэтл. На конференцию. Да, и мне очень понравилось, и особенно вдохновенная такая подача всех произведений, и то, что оно звучало не как обычно, как я раньше слышал хор в церквях. Было что-то по-другому вообще, вот, и как он дирижировал, чувствовалась связь между жестом, то, что он делает, и звуком, который хор производит. И это, наверное, первый раз в жизни увидел действительно профессиональный подход к хоровому пению и к дирижированию, и как бы понял, что действительно дирижер вообще делает, когда хор поет. Вот, мне это очень понравилось, и песни понравились, и хор молодежный такой. Я сразу захотел в таком хоре петь, но тогда еще жили все эти. Потом, когда переехали в Сакраменто, как бы мы потом не выбирали, особенно в какую церковь ходить, потому что я знал, я хочу в этом хоре петь. А где хор Николая Рыбина? Я иду туда. Вот так и получилось, да. Поэтому я пошел сразу в хор, там было прослушивание, и хотя я помню, не очень. Сложно было нам, как бы он сразу, не знаю, наверное, что-то увидел в желании большое, такое, говорит, окей, хорошо, принимаем, принимаем. Не сложно, для вас было не сложно, хорошо. И вот я начал петь в хоре. Вот это самое сложное, что как бы не хотел оставлять хор, когда переезжал назад в Сиэтл, и должен был решать остаться здесь ради хора или туда, к друзьям, в университет. Но когда в Сиэтл переехал, я там сразу начал несколько месяцев спустя заниматься тоже с молодежным хором, там мне дирижеры поддержали. У нас было, кажется, два дирижера тогда в молодежном хоре, я был третий уже, они дали мне, окей, на одну песню разучи. И я делал так, брал песни, которые пел хор «Живые письма», смотрел на видео, как именно Николай их дирижировал, просто копировал жесты, точь-в-точь старался максимально скопировать. И потом вот и на спевках сидел, с блокнотиком записывал, что он говорит. Вот в этом такте такое слово, он какой-то пример здесь привел. Я себе все записываю, записываю, и потом смотрю, какой смысл он хотел передать, старался это понимать. И потом ехал в Сиэтл и все это передавал тому молодежному хору. Слушай, а он знает об этом? Детально я не знаю, насколько знает или нет, не помню. Ты просто так, насколько нравилось, как он дирижирует, как хор поет, что ты с блокнотиком приходил, записывал все его вопросы, все его фразы, все его это. Кстати, вот два человека, которые повлияли на тебя очень сильно, ну, давайте так, внесли свой вклад в твое развитие, это Янина Сокол и Николай Рыбин. Ну, за каждого немножко расскажи. Да, Янина Сокол, она первая, кто поддержала меня здесь в Сакраменто, когда я хотел, уже проявил желание учиться на дирижера, искал, кто бы мог бы мне помочь. И она согласилась, несколько месяцев мы занимались, я ездил к ней домой, учила меня схемы, потом с ее хором тоже. Предоставила возможность позаниматься, как бы тренироваться на ее хоре, за что очень благодарен. Она с того времени всегда поддерживала меня, благословляла, я очень рад за это. Николай также поддерживал и благословлял, с самого начала я ему рассказывал то, что меня интересует быть дирижером и так далее. Как он отнесся? Он говорит, учись у меня, смотри, или как он отнесся? Ну, сказал, хорошее желание. Да, именно так, говорил хорошее желание, стараюсь, говорит, есть сложности в этом, но если будешь стараться, хорошо заниматься, работать, то это возможно. Ну и я в то время, мы брали в видеокассеты с церкви Фаня служений, и я просто, когда в Сакраменто приезжал в гости, между прочим, были моменты иногда, мама просто покупала билет мне на самолет, я прилетал, чтобы побыть на спевке в пятницу, например. Потом в воскресенье или в понедельник назад домой возвращался в Сиэтл. В воскресенье посмотрел, как он хор успел? Да, иногда с хором успел, да, и потом ехал назад в Сиэтл. И до хора ездил в поездки, например, потом в Сиэтл приезжали, я был на спевках в Сакраменто, потом с хором вместе пел в Сиэтле. Такие моменты тоже были, когда вот с трансферами моего года. И на кассетах, вот ты включал кассеты, и ты все смотрел, копировал, все, что Николай Рыбин делает? Да, это если бы взять видео, посмотреть, как я в то время... Слушай, ну как же приятно, что кто-то вот так это смотрит, кто-то учится, для кого-то это важно. И вот ты тот человек, который, ну давай так, полюбил это служение, видя все, как это можно сделать красиво, профессионально, точно так все, и захотел тоже стать регентом. Я даже, были моменты, вот увижу какой-то жест понравился, вот он здесь взял, так звук продержал, и я смотрел, да, как это сделать, но камера снимает сзади дирижера, а если я занимаюсь, то видишь себя в зеркало, как бы спереди, то я одевал пиджак, чтобы так же выглядело, поворачивался задом, смотрел через зеркало назад, и как моя рука, так или не так, нет, надо чуть правее, чуть левее, чтобы скопировать этот жест. Как бы, я не знал, как надо правильно, и поэтому хотел, думаю, окей, буду просто профессионала копировать, так слепо, так сказать. Потом уже, когда учился, уже понимал, что именно, почему это работает, и как работает, и какие должны быть приемы, чтобы извлечь от хора звук. Потому что, вот что дирижер делает, это не просто показать, вот здесь начинай петь, здесь заканчивай петь. Если меняется жест, от этого меняется звук хоровой. Если хор внимательный и смотрит на дирижера, тогда то, что дирижер делает, какие жесты он показывает, таким будет звук потом. И это творческие процессы, иногда надо просто пробовать разные варианты и слушать, как хори реагирует. Это сработало, не сработало, так попробовал, сработало, это не сработало, пробуешь другие варианты. Ну, а вначале просто копировал, и требовал, чтобы хор пел так, как я слышал. Просто импакт смотрел ради этого, чтобы видеть. Да, вначале это было просто в BMM, свифане, а потом открылся телеканал импакт, и мама записывала, сначала только в Калифорнии было, если не ошибаюсь, мама всегда записывала, когда шел эфир, служений показывали, и я потом отбирал, где хор поет, и смотрел это и в прямом эфире, на импакте смотрел много раз. Так что спасибо телеканалу импакт, все, кто поддерживали здесь. Также, когда хор только начинался, наш Слава Крайл, я приходил на импакт, здесь тоже мы рассказывали. Тебя поддерживали, да? Да, с самого начала существования и канала он на меня повлиял, и потом уже, когда наш хор образовался, также поддерживал телеканал импакт, поэтому спасибо за это. Спасибо за это свидетельство, за то, что я так много кредита отдал Николаю Рыбину, ну, достойно. И самое интересное, что ты действительно же научился, ты увидел вот эти все эти нюансы. Знаете, когда Реген поднимает хор, уже все можно сказать, что это за хор, как они встали, как они закончили, еще пару секунд Николай держит хор, и потом только присаживаются, они просто бух, упали. Это все детали, насколько важны, насколько замечаешь эти все тонкости, когда вы понимаете. Скажи, пожалуйста, вот твоя учеба, музыкальное образование, которое ты получил, ведь ты делал только первые шаги. Потом начал у нас учебу или ты уже какое-то время учился? Начал учиться, ну, с Яниной Сокол, так, это было первое. Потом... Ну, вот магистр дирижирования, как это получилось? Да, когда я переехал в Сиэтл, только начал сразу там петь в хоре, в университете. Но в то время еще думал, как бы, наверное, на медицину тоже пойду. И мама тоже хотела, чтобы я в этой сфере учился, но уже тогда было, увы, поздно меня уговорить. И я попробовал, как бы, там биологию, брал химию, и одновременно хор, фортепиано, там, историю музыки, эти предметы. И два года спустя, когда переехал в Сакраменто опять, надо было делать решение конкретно уже, куда дальше учиться в университете здесь. И я понял уже, после того, как попробовал, что медицина не пойдет, это не мое, меня тянет к музыке, я просто должен этим заниматься. И в Сакстейт, здесь, в университете, я уже начал конкретно по фортепиано. Чтобы магистр по дирижированию получить, надо сначала на каком-то инструменте, бакалавр, закончить. Это фортепиано? Пошел, да, на фортепиано. Когда я закончил это, тогда сразу на teaching credential и на магистр по дирижированию. И обычно надо выбирать или оркестровое дирижирование, или хоровое в этом университете. Я попросил профессоров, давайте мне и то, и другое, и то, и то хочу. Ну, ты и другое делаешь, да? Да, и я учился один год по конкретно хоровое, один год оркестровое с разными профессорами, они так согласились такой эксепшн сделать. Ну, и как бы последний мой проект такой учебы, это был хор Слава Крэлл, первый наш концерт, DVD, как бы это была моя зачетная работа такая в конце. У тебя уже Славик Хрэлл был во время учебы, да, получается? Как раз в конце, когда заканчивал учебу и начинал хор одновременно. Скажи, пожалуйста, в общем итоге, сколько лет ты посвятил на учебу? 9 лет. 9 лет своей жизни? Высшего образования, да. Ну, скажу, как же приятно слышать, но я понимаю, какую цену, насколько сложно учиться? Ну, требует времени, требует посвящения, конечно, чтобы это сделать, и как в любой сфере, это сложно, сидишь, зубришь. Но с музыкой немножко по-другому, потому что действительно это дело я люблю, и мне было интересно, когда мы изучали гармонию, это не было для меня там такой труд, вот надо. Мне наоборот, я хочу больше узнать, рассказывайте мне. Устаешься, но интересно, я даже сверх этого, потом Татьяна Скотт, здесь есть педагог такой в Сакраменто, я с ней отдельно брал уроки индивидуальные, частные, по сальфеджио, потому что в секс-стейте, я чувствовал, мне этого мало, тех уроков, которые я взял, надо больше, надо поднимать уровень. Я хотел дальше продолжать в этом учиться, то вот частные уроки. Когда еще на бакалавра учился, уже просил профессора по дирижированию, чтобы он со мной занимался, мне что-то показал, тоже частные уроки. Хотел вот взять все, что могу от всех, кто там есть, просто впитывать это, пока есть возможность в эти годы. Как же приятно слышать, спасибо огромное. Ну, когда человек не просто ради того, чтобы его закончить, а для того, чтобы действительно услышать учителя, получить максимально от учителя, это, ну, скажу, достойно. Скажи, пожалуйста, как образовался хор Славик Хорал, и как пришла тебе эта мысль, что внутри тебя происходило? Ты же понимал, что, наверное, в каждой церкви есть и не один хор, а вот ты хочешь создать какой-то другой хор, чем он должен отличаться от других, что ты хочешь вложить в него, и так дальше. Расскажи, пожалуйста. Да, это не сразу было понятно, что именно я должен делать, так сказать, где будет мое служение, но когда еще в церкви Вифания был, мы организовали маленький хор отдельный там, сначала молодежный, я просто выходил на улицу и всех молодых людей спрашивал, ты любишь петь, не любишь, будешь любить, там, записывал имя, давайте мне номер телефона и имя всех записал, где-то человек. За руку приводил, можно сказать. Практически так, я помню, список составил где-то 200 человек, наверное, и потом всем им перезвонил, пригласил, напомнил, когда спевка. Пришло где-то 80-90, и после первой спевки осталось где-то 70-60, где-то так. Все поняли, что это дело серьезное, надо учиться. Понемножко, ну, это, да, такое, понятно, будут отпадать. Но потом с этого уже остался коллектив, молодежный хор и, в принципе, он, если не ошибаюсь, до сих пор существует. Потом уже менялись дирижеры там, группа меняла состав, конечно, все, но он дальше продолжает существовать. Потом другой хор в Вифане маленький, уже взрослый как бы организовался. Мужской ли какой? Что там был за хор? Нет, был так смешанный женский и мужской вместе, да. Просто мы пели больше, как бы, акапелла, такой в классическом стиле. Потом, когда мы перешли в церковь в Дом хлеба, вначале там с группой занимался. Извини, почему перешли в Дом хлеба? Наверное, было так по душе тогда. С хором в Вифане тоже были изменения. Я немножко занимался с тем хором, немножко даже с хором «Живые письма» некоторое время занимался. Несколько месяцев просто. Потом Мирослав Чернецкий там начал дирижировать, заниматься так же. То есть мы так пересекались в этом смысле. Ну, как-то было побуждение, мы про это молились, насчет церкви, где дальше. Я чувствовал, что для моего личного роста или как, следующего шага в моей жизни надо перейти в церковь в Дом хлеба. Поэтому так мы с семьей перешли. Ну и потом Александр Шевченко поддерживал так же в служении в самом начале, в хоровом. Он тогда меня не очень знал, как бы только знакомились. И тоже я там начал заниматься. Мы сделали один концерт с хористами только из Дом хлеба, с оркестром. Такой большой, хороший концерт получился в 2009, кажется, году. Но после этого чувствовалось, что такой церковный хор это как-то не то. Чувствовалось, что здесь что-то не хватает. Я, наверное, как бы понимал, что церковные хоры существуют. Их много во всех церквях. Это на своем месте служение, это благословение церкви. Но хотелось, как бы не было хора, который вне церкви пел бы больше, который делал бы концерты для всего общества. И я чувствовал, что меня, как бы, влечет в эту сферу, чтобы мы могли христианскую музыку петь не в церкви. Не только в церкви, но и вне церкви. Как называется? Community Choir? Как называется? Можно сказать так, да. Community Choir. Есть у нас здесь Sacramento Choral Society, американский хор, просто светский. Мы решили сделать славянский тоже. Как бы, наверное, из-за этого немножко название так уже произошло. Slavic Choral, славянский хорал. Кто тебе помогал в начале, кто вообще был вместе с тобой в начале этого хора и потом? Да, я помню, вот мы на диване сидели вместе с... С кем? Я, Мирослав Чернецкий. Ага, Мирослав Чернецкий. И мама там в кухне ходила. И мы вот размышляли, мечтали. Я говорил, что хочу хор организовать. Хорошая это идея или нет, они свои мысли давали. И Мирослав меня поддерживал тогда. Тоже хотел, всегда такой был готов что-то начинать. Что-то делать, не сидеть. И он же твоим пианистом был, по-моему, долгое время, да? Да, он играл там в тех других хорах моих в Вифане. И потом мы вот вместе начинали этот хор, Slavic Choral и название именно Мирослав придумал. Само название уже пришло. Тоже помню этот момент. Мы сидели на заправке AMPM. После служения в Вифане ели Hot Dogs, кажется, оба и размышляли о хоре. И он говорил, давай Slavic Choral назовем. Если уже здесь Sacramento Choral Society, теперь будет Slavic Choral. Мне понравилось как-то. Очень, кстати, подходит. Очень понятно, что это славяне и хорал, это тоже красиво. Молодцы. Да. Ну, поэтому вот мы хотели для нашего общества сделать такой хор. И когда мы делаем концерты, мы приглашаем людей всех. Просто из общества. Американцев и славян. Американцы любят слушать музыку славянскую. Им интересно. Они знают, что нас много здесь в Sacramento. Когда мы делаем концерты, они всегда рады также приходить. Кстати, извини, я учился в Folsom Lake College. И там в Folsom театре вы делали концерты. И все студенты полный зал пришли американцы послушать Slavic Choral. Это, я не знаю, сколько там мест. Но полностью студенты пришли ради того, чтобы услышал славянский хор. В церковь не придут. 850. 850. Ну, немало. То есть в церковь, может быть, они не пришли бы, не услышали бы. А вот вы пришли к ним. Вот это тоже интересный момент. Да. Это всегда была одна из целей наших, чтобы быть таким звеном, чтобы люди могли видеть, что христиане это не дикие какие-то люди, а что у них есть... И вообще-то, я считаю, у христиан должна быть культура выше, чем у мира этого. Если мир, послушать музыку, это очень много демонического, просто темного, плохого, злого в музыке светской. Поэтому христиане имеют свет от Бога, имеют истину и имеют творчество. Хоровое пение вообще, оно из церкви все произошло, развивалось в церквях. Вообще музыка, не все знают, но музыкальная система, которую мы используем, название нот даже, это первые слова из молитвы о том, чтобы Бог благословил наши голоса. на латыни взято. Как бы все это развивалось в церкви. А ну скажи, какие? Всю молитву я не помню наизусть. Первое слово «ут» было, потом поменялось на «до» — это было «доминго». Там заканчивается на «святой Иоанн», последние два слова. Это «си», «сейн Джоганнес». «Си» взято отсюда, например, вот эту нотку помню. Слушай, даже здесь продумано все. Надо выучить наизусть эту молитву тоже, чтобы знать. Ну да, и это все развивалось столетиями. Вся эта система, которую сейчас использует весь мир, развивалась в церкви. Люди, которые хотели служить Богу, которые посвятили свою жизнь искусству, они эти системы потом развивали и использовали их. И композиторы все классические, они тоже писали церковную музыку, также в добавку, как все остальные классические. Поэтому мы должны как бы нести эту культуру, держать, показывать и не петь ее, как будто это классика светская, потому что в ней действительно заложена истина и мысли о Вечном, о Боге. И мы должны преподносить христианские, как христианские, не бояться этого, а говорить напрямую, что это музыка о Боге. Спасибо. Ты знаешь, такая у меня возможность сказать спасибо огромное тебе и всем хористам, Славик Харал, за то, что вы участвуете практически в большинстве всех городских мероприятий, вы поддерживаете, особенно когда какие-то у нас мероприятия в поддержку Украины и так дальше, вы первыми там. Спасибо огромное за то, что вы платите эту цену, вы участвуете на уровне города, вы очень активны. Особенный период вашей жизни, хористов, то, что Славик Харал начинает отправляться в миссионерские поездки. Я знаю, что из многих две поездки это были с Александром Шевченко. Расскажи, пожалуйста, как появилась эта идея, поехать с ним, что это были за поездки, какие страны, ну, об этом. Да, ну, получили приглашение от Александра. Мы уже вместе тогда делали некоторые проекты, участвовали, и он тогда в Европе делал конференции такие, евангелизации, и мы, конечно, откликнулись, тоже хотели поучаствовать. До этого мы сами один раз ездили в Италию, просто как бы с концертным туром. Там тоже интересно, мы могли свидетельствовать людям, которые просто на улице пели и знакомились с людьми. Ну, потом ехали в Германию, Чехию, Испанию и Австрию, наверное, да. Ну, солидненько, слушайте, солидненько. Да, по Европе немножко поездили, поучаствовали в этих конференциях. Тоже было это интересно и влияет это и на хористов, и на слушателей. Это формирует нас, поэтому очень благодарны за такую возможность также. Скажи, пожалуйста, вот Александр Шевченко, он вас очень поддерживает. Как ты его как человека воспринимаешь? Как он тебе как духовный наставник? Как он человек, который обязательно уделит внимание, который к хористам придет? Расскажи об этом человеке. Да, очень благодарен также Александру и церкви Дом Хлеба, потому что наши самые любимые проекты, это были совместно с ними сделаны. И он, есть вот в нем такое качество, что он людей слушает и старается понять, что они хотят. И старается услышать, да? Да, услышать именно. И когда я приходил, мне иногда сложно выразить свою идею. Я с этим ношусь, страдаю, думаю, как какая-то тема концерта. И когда уже с ним встречаюсь, он действительно старался понять, что он от меня хочет. И проникнуть в смысл. И слышал он тебя, да? Да, и потом поддерживал в этом. Как бы у нас, наверное, внутри дух похожий. Вот есть сходство и на уровне души также понимаем друг друга. Как бы у меня вдохновение приходит от его проповедей. И он также видит, когда у меня тема концерта какая-то, он понимает смысл, который я хочу донести, или в который вдохновение мне пришло. Потому что я даже не думаю, что это как бы я что-то доношу. Это в момент молитвы или на служении бывает, придет вдохновение, я просто слышу вот название концерта, судный день. Когда появилось это, я тогда начинаю записывать. Потом все как бы в жизни идет на это. Я все песни, которые слышу, записываю. Просто большой список песен, которые можно использовать в концерте. Думаю про мысли, какое послание мы хотим донести. И потом, когда с Александром, например, мы про это говорим, он тогда понимает и помогает. Как бы в этом концерте, например, судный день, там мы делали видеоклипы между песнями, вставочки такие места из Библии, которые Александр помог найти, это сделать. Чтобы он участвовал с вами, чтобы этот проект состоялся. Да, и потом его голос даже записал он это все на видео, чтобы мы могли показывать. Как бы сама программа, он в этом участвовал. Ну и тоже, может, люди не знают, но по телефону я могу текст ему написать, он всегда отвечает. Он как бы очень занятый, конечно, и служит многим людям, но всегда найдет время, возможность как-то ответить, услышать. Поэтому таким способом мы смогли сделать много хорошего, творческого, мне кажется, эти концерты, которые, они влияют на нас всех, на хористов, на слушателей, на пастыри, на всех, кто участвует, потому что вот эту тему мы вовлекаем друг в друга. Скажи поподробнее на эту тему, что вы создали на уровне города, вы делали музыкальные концерты тематические, то есть вы приглашали, это были и хористы, и музыканты, какие-то симфонические оркестры, насколько я понимаю. Вот как эта идея пришла, и все-таки это большая команда, ты реген теперь уже не только хора, а еще и оркестра, и таких много было, я не знаю, лет 5-6, наверное, вы делали, как ты говоришь, Судный день, потом Краугольный камень, да, по-моему? Камень преткновения. Преткновение камень, да, то есть об этом расскажи в проекте. Это очень дорогой, кстати, проект, музыканты-профессионалы же приходили. Да, и мы платили музыкантам, это потому что... Ты платила или мама платила? Все понемножку. Мама, конечно, наш главный спонсор. В этом концерте главные два спонсора, это офис доктора Людмилы Кравчук и церковь Дом Хлеба. Церковь также выделяла бюджет, часть, которая покрывала расходы. Ну и плюс мы всегда ищем спонсоров других, и хористы сами. Многие есть, которые жертвуют постоянно каждый месяц определенную сумму, кто-то небольшую, кто-то большую, сжертвуют, просто собираем и потом ждем, когда появится возможность сделать новый проект. Да. Поэтому когда это, например, мы делали Имаго Дэй, образ Божий, концерт, такое название, и тема была против абортов и за жизнь. Имаго Дэй – это образ Божий, который есть на каждом из нас. И поэтому мы не имеем права убивать человека. Человек – это не какое-то животное, это другая категория сущности. И мы про это все говорили, как бы интересно, как это все через музыку передать. Но в подготовке к этому концерту мы собираем материал, мы говорим про это. Я встречаюсь с пастырями, с Александром и с другими, и они про это думают, тоже готовятся к концерту. Все хористы про это думают, говорят. Какие-то споры начинаются, потому что тема спорная, а какие исключения могут быть и так далее. Все это начинает быть на уме у людей. И даже через это вся подготовка к самому концерту уже, я вижу, как это влияет на людей. Пусть это наше маленькое окружение, но мне кажется, вот служение… Начало в тебе, то есть у тебя появилась идея, ты уже представляешь, ты знаешь, что тебе нравится, ты знаешь, что людям понравится, и потом уже привлекаются и служители, и хористы. А расскажи, пожалуйста, как программа составляется? Это же очень сложно. Программа служения, программа евангелизации, программа концерта. Расскажи инсайт, такую информацию, то, что мы не знаем. Да, это если у меня есть талант, который, я считаю, может как-то отличается от других, потому что я не думаю, я точно не хороший вокалист. Не думаю, что один из лучших дирижеров, что-то немножко умею. Но вот это, я просто очень много времени и посвящаю этому, и стараюсь. Первое, это все в молитве заключается. Начинается этим, заканчивается этим. Перед каждым концертом я молюсь, Боже, помоги, чтобы не было про нас, а наш, чтобы мы что-то показывали. Просто проговори через эту музыку к кому-то. Я знаю, когда готовилась программа, здесь есть какое-то слово для какого-то человека в зале. Я не знаю, это даже в зале или это может по видео потом кто-то услышит и кого-то коснется потом. Но просто, когда я отдаю это в руки Божьи, тогда получается концерт. Тогда все хорошо и благословенно. Если только мы стараемся сделать, о, вот это будет классно, это круто, это будет так красивее, лучше. Вот это мы их удивим, вот это еще больше удивим. Но все-таки какие-то можно рассказать? Да, в самой программе главное для меня это донести то послание, месседж. Но я также понимаю, что люди должны слышать концерт этот, когда они на концерт, 10 песен, например. Должна быть структура общая. Мы должны людей готовить и вести их эмоционально. Поэтому должен быть какой-то, ну, например, судный день мы начинали с такого классического распева вначале. Все как бы темно, это пророчество о судном дне, который грядет. И начинается такое темное начало музыкально, и сама тема все тяжелая. Мы говорим о грехе людском, о том, что мы нуждаемся в покаянии, в милости Божьей. Потом программа развивается, тоже говорится о Боге, об Иисусе Христе, о том, что Он пришел, чтобы пострадать за нас, чтобы спасти нас. То есть есть как бы лучик света. И самый, как бы, центр этой программы была песня Isaiah's Lament, называется на английском, Плач Исаии, которым говорится, это из Библии взяты слова, что для вас надежды нет. Как бы там уже не предполагается, что будет спасение, потому что дверь уже закрыта, и нет надежды. И она так и заканчивается, вот нет лучика света. И следующая песня уже говорит о том, что Христос воскрес, и вот есть все-таки надежда. Из этого безнадежного состояния мы находим выход. Так же, как его смерть, это, казалось бы, все, конец. Но Он воскрес, и есть новая жизнь. И поэтому здесь, в этом месте, программа меняется уже с этого классического, более такой темной классической музыки, которую мы пели, переходит более на современную, более яркая, с надеждой. И заканчивается дальше, последние 2-3 песни, это прославление, просто уже в современном стиле. Это большая радость какая-то, финал, хотел сказать. Так, и вот таким способом мы людей ведем, как бы, по пути к Богу и по пути к вечности. И люди, если слушают, чтобы они слушали, все должно быть так же интересно. То есть это второй момент. Каждое, я потом смотрю на каждое произведение, есть ли в нем какая-то изюминка, чтобы людям было интересно слушать, чтобы они не потеряли внимание. И к тому же, другой здесь, так как мы славяне, есть тоже вопрос, сколько песен будет на русском, сколько на английском. Кстати, да, вы переводите песни на русский, чтобы, ради наших. Да, поэтому тоже это берем внимание. Потом еще один пункт, сколько песен медленных, сколько быстрых, потому что это влияет на людей. Если 5 подряд медленных песен, они устанут просто. Если все быстрые, это тоже надо, чтобы был контраст какой-то. То есть все эти факторы вместе взяты, когда это все строишь, это как, не знаю, часы надо составить с разных частей, все это собрать, чтобы оно потом заработало. Вот такой процесс. И тогда люди раскрываются. Мы также в программу ставим всегда проповедь какую-то, небольшой месседж и призыв к покаянию на этих концертах всегда был. Меня вот такая маленькая вещь, которая раздражает иногда, я вижу. Ну как раздражает? Бывает в церкви поет хор, и хор закончил песню как раз, еще дирижер только снял, еще звук летит в здании, а уже кто-то стал там делать. Надо машину подвинуть с парковки, с этого места на другое. Я думаю, вот... Вот старались, вот это все передать, вот этот дух, вот эти эмоции. Еще подержите парасиклана, а тут на тебе, выходит человек. Да, и здесь не только то, что старались, а то, что люди, которые слышали, те, кто внимательно слушали, такие люди в зале есть. Может не все, а кто-то может на телефоне сидит, но кто-то слушает внимательно. И они сейчас вот в моменте, они пережили эту музыку, эту эмоцию, они думают о том, что хор пел. И в этот момент как раз надо им проповедовать, они готовы для семени. Скажите, даже не надо говорить спасибо хору за ваше пение, надо сказать конкретно слово от Бога, вот прочувствовать этот момент. Кстати, Павел, есть такой момент, когда хор так спел, что просто выходите и молитесь долго-долго, но вот проповедник, не-не-не, садитесь, садитесь, меня сейчас пробует, поэтому садитесь. И люди готовы были молиться после пения хора, но проповедник не почувствовал. Да, поэтому вот такие моменты, мы все люди, поэтому, конечно, это бывает, но, наверное, чтобы меньше было таких моментов, чтобы правильно прочувствовать, мы должны просто не на себя внимание делать, также хорист и проповедники все, мы должны просто чувствовать, где мы сейчас, какое состояние духовных людей сейчас в этом зале, вот кто нас слушает, какое состояние публики в зале людей в церковном прихожении. Кстати, о состоянии хористов, что вы переживаете, вот вы на миссии, вы там люди каются, люди выходят на покаяние, вот эти концерты, ну давай так, концерты, фестивали, рождественские, после многих произведений люди плачут, а вы как? Да, вот с хористами интересно, потому что можно подумать, что самые лучшие выступления, то есть много людей, большой зал, громкие аплодисменты. Это успех. Это успех, да. Но не совсем так. В таких больших мероприятиях успех, наверное, когда люди или вместе с нами поют, или они внимательно слушают. Даже, мне кажется, больше успех чувствуется, когда вы закончили произведение, и в зале тишина, и вообще нету, никто не шаруни, нет никакого лишнего звука. Замерзал. Замерзал. Вот ты знаешь, ага, окей, они слушают. Это значит, что-то коснулось их. Другая сторона, вот особенно в поездках, мы заметили, например, вот когда в Европу ездили, были две поездки. Первая поездка организована с концертами, все там по расписанию, классно. Мы спели концерт, все было хорошо тоже. Но чтобы людей приглашать на концерт, мы пели на улицах просто. И поняли, заметили, что вот в этом больше даже прикосновения, когда мы просто знакомимся лично с людьми какими-то, кто на улице нас услышал, больше это эффективно, больше люди запоминают, и ты видишь, когда они действительно, что-то у них там остается. Есть результат. Поэтому следующую поездку мы специально сделали, окей, конференция с Александром Шевченко, там мы участвовали. А потом мы просто сами едем в разные города и вместе с хором идем, например, там какая-то красивая церковь с акустикой, в Европе их много. Заходим просто в церковь и начинаем петь. И люди потом спрашивают, песня закончилась одна, они спрашивают, кто вы такие, о чем поете. А вы так приходите в нашу церковь. Да, в Калифорнию. Мы так можем служить тогда людям и свидетельствовать, даем им нашу информацию про хоре, нашу веб-сайт, slavacorrel.org, приходите туда. И они потом смотрят, слушают. И что они слышат? Они слышат о Боге, они слышат свидетельства. Слава Господу. Поэтому это еще один такой метод. Как же приятно слышать о свидетельствах Божьих. Павел, скажи, пожалуйста, у тебя еще одна такая миссия открылась. Ты сейчас учитель музыки в хай-скул. Что это у тебя как? Особенный этап в жизни. Расскажи об этом немножко. Уже 11 лет. 11 лет? Да. Я преподаю хор-класс, фортепиано, гитару немножко и теорию музыки тоже. Это сколько студентов у тебя записано? За один семестр 100 приблизительно. 100 человек, да? Да, они меняются люди. Некоторые повторяются, но приблизительно, да, по 100 за семестр. Граются тебе? Или это работа уже, это уже за пейчек? Мне кажется, ты по-любому любишь это дело. Ну, если бы это была не музыка, если надо что-то другое преподавать, я бы, наверное, уже ушел бы давно. Но музыка держит. И тем более, особенно на хоре, мы поем, репертуар я выбираю, никто не... О, вот это хорошо. Да, никто не говорит, ты должен это или другое делать, учить, петь. Сложно быть учителем музыки в хай-скул? Сложно, так как другому любому учителю. Именно то, что музыка, то не в этом сложно. Ну, есть свои, например, если на математику приходят, то все должны записаться на математику, прийти и учить. Окей, учителю надо просто делать свое дело. В хор это elective, они не обязательно должны там быть. Я должен их привлечь сам. Поэтому надо рекламировать, приглашать на хор-класс. Заинтересовать. Заинтересовать их, да. Но это тоже свидетельство своего рода. Мы поем музыку христианскую. Сейчас Рождество, мы поем рождественские песни. Хороший повод выучить наши псалмы. Да, вот мы поем «Тихая ночь» и многие другие калятки. Поем обо мне, «Мерри Кристос». «Керолл Де Беллс» поем, да. Скажи, пожалуйста, за последний год ты еще начал участвовать в двух новых проектах. Это подростковый хор и также это оркестр. Расскажи, пожалуйста, как ты так еще находишь время и для этого, и кто тебе в этом помогает? Да, это такой совместный проект вместе с Наташей Тузлов. Она училась... Спасибо, Наташа. Спасибо, Наташа, да. Она очень много помогает и не хочет особой благодарности, но она действительно много времени и сил вкладывает в это, чтобы помочь. Это на уровне города, правильно я понял? Не на уровне церкви, а на уровне для всех. Да, для всех. Поэтому приглашаем всех детей, которые от 8 до 15 лет, в хор и оркестр. Сейчас у нас в хоре 35 человек и в оркестре приблизительно 20, 25 сейчас тоже новые как раз подходят. И мы занимаемся одновременно, Наташа с оркестром, я с хором. И потом готовим концертную программу. Кстати, следующее будет 9 декабря в даунтаун, в отдельном помещении, в церкви мы берем в аренду. И там будем славянское Рождество петь в такую программу. Будут дети участвовать, и хор Слава Коррелл, старший хор, и другие гости будут. Так что вот мы сейчас уже почти год, еще года нет, как мы начали заниматься с детьми, готовить такие программы. Мы тоже пока что благословение чувствуем от Бога. Ну, вы только начали, поэтому мы верим, что еще лучше будет и больше будет. Благослови вас Господь в этом. Павел, расскажи о твоей семье, о супруге. Как она тебя поддержит вообще? Детки как ваши? Да, она поддерживает, тоже участвует в хоре. Она у тебя хористка еще. Участвует не как хористка. Кстати, вы познакомились в хоре, правильно я помню? Да. Николай Рыбин, опять же он, Николай Рыбин. Да, я в басах сидел, она в альтах, один ряд передо мной, я ее видел. И, допомню, там в Вифании возле фонтана, который сейчас уже не существует, мы там познакомились. Сейчас она в хоре помогает за кулисами больше. То есть, когда, например, детский хор пел, она была там на балконе, организовывала, чтобы дети знали, когда встать, выйти, прийти. И все, как бы, я уже на сцене, она все, что за сценой организовывала, помогает также, ну, всегда, когда концерт, она в организационных вопросах, она участвует. Как же приятно это слышать. Спасибо большое, Марин. Детки, какой возраст деток, какие у них таланты, ты увидел? Да, дети, трое у нас, старше 14, сейчас 15 будет через 2 недели, 12 и 9. И они тоже все участвуют, играют в оркестре, поют в хоре. Вот оно что. Отчасти, поэтому именно сейчас я так решился на такой шаг, потому что не хочется от детей в свое время забирать, а таким способом я могу и другим послужить. И также мои дети там со мной на одном месте, мы так вместе служим. То они играют, учатся, у них тоже таланты свои, индивидуальные в каждого, но играют на скрипке, на фото пиано и поют. Спасибо. Скажи, пожалуйста, у ребенка каждый рождается с талантом или все-таки у каждого есть эти таланты, но некоторые их развивают, а некоторые просто забывают? Как ты считаешь, у ребенка? 100% есть таланты, у каждого свой, у некоторых много их, у некоторых меньше. Кто-то развивает, кто-то нет. Но потом развитие обязательно для всех. Если не развивает, то далеко не зайдешь. Все равно это будет, ты не будешь на максимум выдаваться, не достигнешь своего высшего уровня, если не будешь развивать, даже если это самый большой талант. Но все могут расти и развиваться. Для меня, например, я раньше пел в группе, но понял, что как бы я не развивался по вокалу, все равно я не буду на таком уровне, как другие вокалисты, у которых есть больше таланта к этому. Но я чувствовал, что у меня больше есть где-то к дирижированию какая-то вот эта жилка, и что здесь я могу больше развиваться. То есть в процессе служения человек может понять, где же его ниша, что он должен делать. Спасибо огромное, Павел. У меня есть некоторые вопросы, буквально по 30 секунд, если ты можешь ответить на каждый. Хорошо. Виктор Покадюк сказал, что он может научить любого человека петь. Насколько это реально для хористов? Ну, я всем, когда приглашаю в хор, в хайскую особенно, самый частый ответ мне, я не умею петь. Я им говорю, если идешь на математику, ты не знаешь математику, ты учишься там, как делать эти все праздники. Да, ты пришел не потому, что знаешь, а потому, что надо выучить. Да, так же и в хоре. Я тебе буду учить петь, приходи на уроки. Поэтому, да, я думаю, все могут научиться этому, просто для некоторых это быстро, для некоторых сложнее. Кто-то сказал, регент, он руководит ликом земных ангелов, словословящих Бога. Так кто же такой регент? Регент — церковное слово, в принципе, это руководящий церковным хором человек. И, наверное, так, да, есть что-то, это вообще духовный мир, и мир идей, и мир чувствования, и вдохновения. Мы должны просто молиться Богу и стараться чувствовать, вот, что Он хочет передать через это пение. Это второе служение, второе служение в церкви после проповеди. Наверное, так, музыка, да, очень важная, и мы знаем, что прославление Бога всегда будет существовать, всегда есть. Это вечное, поэтому мы сейчас уже можем это делать здесь на земле. Но даже светские музыканты, когда музыке, они говорят, вот была волна, и я как на волне едешь. Для нас, для христиан, это глубже, это больше. Мы понимаем, что Дух Святой может работать через нас, если мы открыты для этого и разрешаем им. Спасибо. Уже тысячу лет во всех поколениях звучало хоровое пение. Почему в наше время хоровое пение — это редкость? В наше время сложно собрать людей. Это, наверное, самое сложное. Которые готовы платить эту цену, репетиции, поездки и так дальше. Да, это посвящение должно быть. Но мы все ищем смысл в жизни, и поэтому для творческих людей это в творчестве, в том, чтобы мы творили что-то для славы Божьей, чтобы мы создавали прекрасные какие-то вещи, делали красиво. Если мы будем петь, мы должны это делать так же красиво. Поэтому, я думаю, все равно даже в наше время хоры имеют свою роль, и они могут на людей влиять так, как никакое другое искусство. Потому что это человеческий голос, особенно если это акапелла. Это просто люди взяли дыхание и вместе создали гармонию. Это никакой другой инструмент такой не сможет сделать так же. Потому что это от души, само наше тело, все задействовано в этой музыке. И это касается людей по-особому. Спасибо. Скажи, пожалуйста, Славик Харал, ваша хориста, ты говоришь, что вы посвященные на это служение, и вы должны заплатить цену? Да, всегда про это говорим. И это то, почему люди приходят. Мы понимаем, что мы вместе, я им не плачу, они мне не платят, никто не на зарплате. То есть это все просто из-за... Это служение. Да, это служение, это посвященность, и мы соглашаемся. Вспевка начинается во столько, мы такие-то правила. И просто все читаем эти правила, соглашаемся, что не будем пропускать, будем приходить вовремя. Подписывали иногда, не всегда, иногда просто читаем. Но вот стараемся придерживать. Я для себя тоже правила сделал. Если 7.00, мы спевку начинаем. Даже если хористы не все, мы молимся, начинаем распевку сразу. Все. Потому что мы так согласились. Почему ты так заранее приехал на передачу за 50 минут, Павел? Спасибо огромное. Это сильно. Стараемся. Какие псалмы или произведения хора люди воспринимают лучше? О, это 30 секунд. Это мало времени. Минута. Мне кажется, все произведения воспринимаются, если они в правильный момент спеты и в правильное место. Поэтому я собираю много разных песен, которые мне нравятся. Если я услышал классная песня, это не означает, что я сейчас выучусь хором. Она идет на список. И потом, когда есть правильный момент служения, программа, которую мы готовим, она туда подходит, мы тогда ее используем. Например, «Душе моя» старая песня хоровая, запетая уже. Когда я рос на Украине, она уже была старой песней запетой. Но здесь мы ее выучили, преподнесли максимально с правильной эмоцией, старались понять это произведение. И когда мы ее исполняем теперь, в правильный момент, это особенно влияет. Даже такая вот старая песня. Теперь, когда все происходило на Украине, мы потом участвовали про Украину, еще больше эта песня «Душе моя, втешайся в Бозе». Она стала актуальной как раз в этот момент. Потом этот момент проходит, надо что-то другое петь. Но мне кажется… Для каждого события есть своя тема и свои эмоции, переживания. Да. Поэтому мы стараемся максимально прочувствовать время и какое произведение сейчас надо. Современные песни также. В прошлом концерте мы пели песню «Holy Forever», последняя. Это тоже был такой уникальный момент, когда дети с оркестром все пели, что «For a thousand generations» будут петь «Славу Господу, Святый Господь, Святый Вечно». Это уникальный момент. Это новая песня за 20 лет. Павел, у тебя есть одна минута сказать пожелания для наших регентов и для наших хористов, для этого служения. Ну, всех, кто проживает в Сакраменто, мы приглашаем в наш хор, конечно. Красиво. На наши концерты также. Приходите в slavacorrel.org, в Instagram.com, slash slavacorrel. YouTube также, slash slavacorrel. Это обязательно надо сказать. Но кроме этого, я просто желаю вдохновения всем. Я знаю, это служение сложное. Собирать людей, вдохновлять их, готовить программу. И когда это делаешь постоянно, долгое время, это может просто… Мы устаем от этого. Но просто вспоминайте о том, что есть люди, пусть даже это один человек, может это сотни, может это один человек, который действительно должен услышать то произведение, которое вы сейчас готовите, о котором вы думаете. И мы должны петь для них и петь во славу Бога. Мы понимаем это служение Богу, это служение людям. Поэтому никогда не сдаваться, всегда идти вперед, всегда искать следующего шага, куда мы должны двигаться. И в конце концов мы перейдем на небо и будем Бога славить там. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok